Всем добра, демоны! Я рассказал про все возможные финалы в Little Hope. Если коротко, то там все довольно печально. Даже так называемую хорошую концовку трудно назвать оптимистичной. Но в своем ролике я допустил серьезную ошибку. Я сказал, что на хороший финал никак не повлияет даже сожжение малышки Мэри на костре. Мне указали на неточность. Пришлось пойти перепроверять. Я взял одно из самых лучших сохранений там, где Эндрю спас Мэри, а все герои выжили. И начал перепроходить финал со сцены в доме. На этот раз Мэри пришлось помереть. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Вердикт, что я вынесу, послужит на благо города и всех его жителей. Лишь одно изгонит принесенное тобой зло. Мэри, тебя выведут на площадь и сожгут на костре, как еретичку и ведьму. И, как и говорили мои зрители, после сцены в прошлом Эндрю вышел из дома в одиночестве. А все остальные герои остались внутри и встретились со своими демонами. Ура! 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 Боже, нет! Так что еще раз приношу извинения за допущенную ошибку, можете бросить в меня камень. Если хотите, чтобы герои выжили, берегите Мэри. Второй момент, про который сказал один из моих подписчиков, ситуация с револьвером. Якобы, даже если выстрелить во время игры все патроны, но потом не сделать холостой выстрел, Эндрю все равно застрелится, если все его друзья погибнут. Взял другое свое прохождение, где сделал 4 выстрела, а попытка выстрелить в демона в пятый раз дала осечку. И стал перепроходить игру с момента на складе. Именно там у Эндрю есть последняя возможность применить оружие. Сука, а он как будто приклеен к полу! Ого! Оу, черт! Дэниел! Ты цель? Ну а я не дал парню выстрелить. В итоге, он якобы не помнит, что патронов было всего 4, и он их все расстрелял. Значит, по версии моего подписчика, раз в год и палка стреляет. Эндрю выходит на крыльцо дома один, долго сидит, а потом достает револьвер. И пытается закончить свою жизнь и игру. Но у него все равно не получается выстрелить. И это естественно, патронов-то не осталось. Так что на этот раз мой зритель оказался неправ. Третья версия, которую выдвинули. Винс может вызвать полицию, даже если у Эндрю нет с собой револьвера. Пошел проверять. Вы можете видеть, что Эндрю на этот раз даже не нашел оружие в сарае. Труханул кота и свалил вместе с Джоном. Что за хрень? Стойте! Адрю. Отлично. Ловко вы это. Вы сорвались? Как тогда, на дороге? Я в этом не виноват. А во время столкновения с Винсом у церкви, нам надо два раза наорать на него. У старика крыша съехала. Тем лучше, что он снаружи. Я знаю, что ты там! Господи, что он делает? Он приведет эту тварь прямо к нам! Он не понимает, в какой мы жопе. Да что за хрень там творится? Вам нужно уходить отсюда! Скорей, пока не поздно! Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Пусти меня! Извините, но я не могу вам открыть! Прятаться от людей глупо! Поверь мне, я знаю! Говорю вам, уходите отсюда! Хотя бы себя спасете! Тогда старик разозлится. Это даже показывают в моральных принципах. У склада Винс появится снова и заявит, что бежать некуда. И он поможет каким-то им в поисках. Эй! Они идут! Бежать некуда! Я помогу им с поиском! Он может быть опасен. Можно предположить, что Винс на стороне демонов. Но на самом деле, это он говорит про копов. Кстати, чтобы два раза не вставать, решил показать вариант диалогов, если Дэниел к этому времени умрет на глазах Джона. Сначала на складе Джон выдаст пророчество. Да чтоб он провалился! Ого! Профессор! Вы как? Вы там целы? Да, цел. Кажется. Наверх не влезу. Буду искать выход тут, внизу. Ладно. Встретимся у заднего входа. Да, договорились. А возле сгоревшего дома он заявит, что ни за что не повторит судьбу Дэниела. Мне не скрыться от этой твари! Я не собираюсь повторять судьбу Дэниела! Свихнулись? Надо валить! В финале, когда Эндрю будет идти по дороге в закусочную, чтобы позвать помощь, приедут копы. Но на этот раз Винс не будет заявлять, что Эндрю убийца. Вот он! Грёбаный убийца! Я не убийца! Это твари, чем бы они ни были! Это они, а не я! Эй, осторожно! Этот псих вооружён! Я просто хотел спасти их, но облажался! Всё нормально? Вас ничего не беспокоит? Он скажет, что парень сумасшедший! Это он! Что? Присмотрите за этим парнем! Он сумасшедший! Всё нормально? Нет, прошу! Стойте! Вы seem a little confused! Вы не понимаете! Так что эта версия тоже подтвердилась. Если есть ещё какие-то теории и версии, пишите в комментариях, с удовольствием проверю. А если лайк прожмёте и на канал подпишитесь, то удовольствия у меня будет в разы больше. И всем добра, демоны!